Я вас приветствую на канале. В этом уроке я с вами хочу поговорить об автоматизации и также сам продолжить тему такого фреймворка как Serenity BDD. Это фреймворк, который позволит вам писать автотесты для всяких веб-приложений или так же просто тестировать веб, если кратко об этом сказать. И в прошлом уроке я вам рассказывал, как можно его установить, настроить, как можно написать первый тест. Вот как раз сейчас будет в правом верхнем углу, покажется ссылка, как можно перейти его изначально. Но в этом уроке я с вами хочу уже поговорить о более сложной части. Это уже написание автотестов для проверок. Допустим, у нас есть сайт. И сейчас я перейду назад. Вот. У нас вот такой сайт, допустим, и нам надо будет написать проверку. Мы кликнули на эту кнопку и появилось вот такое модальное окно. И надо будет написать проверку, что оно действительно появилось. Или, допустим, мы загрузим изображение. Ну, пройдет загрузка. И вот оно отобразилось именно вот. Есть надпись такая, есть какое-то количество и есть именно изображение. И мы можем написать проверку на то, что, допустим, этот блок, вот этот общий, этот диф, является как бы фактическим результатом, что оно все появилось и тест прошел. Потому что, если бы у нас, допустим, не прогрузилось изображение, у нас бы появилось что-то другое. Сейчас покажу. Можем просто что-то вот так сделать. Или сейчас по-другому делаем. Вот, допустим, у нас что-то не подгрузилось, неправильно что-то ввели. То, что не дает нам никакого изображения, у нас появилось вот такое вот красное уведомление. Вот. Можем написать автотест на появление ошибки. Вот. Так что, сам автотест является, ну, совокупность огромных шагов, что зачем должно появляться. И то, что мы, по сути, мануально проверяем, когда мы что-то кликаем, мы понимаем, что у вас что-то неправильно загрузили, появилась ошибка. Ну, в автотестах это уже необходимо прописывать и прописывать огромное количество разных тестов и кейсов на проверку работоспособности сайта и взаимодействия между ними различных элементов. И вот как раз мы этим и будем сейчас заниматься. Что нам необходимо? У меня есть IDE Studio, IDE, которые я довольно часто пользуюсь. И так же самое мы будем использовать фреймворк G-Unit. Ну, это я нахожусь на основной документации. Тут показаны примеры, как можно именно проверять и тестировать на массивы различные. Так же самое тут есть, ну, тут идет все проверка массивов, массивы, массивы. Опять все с массивами. И если вниз уже листать, тут проверки уже идет на строки, можно проверять. Ну, по сути, любые тесты, которые вам необходимы, даже на проверку цены какой-то, что есть какая-то фактическая цена, и вам надо ее сравнить, тоже можно проверять при помощи на фрейворка. И я в этом уроке покажу вам, как просто проверять на клики и на отображение модальных окон. А в следующем уроке я вам уже покажу, как можно именно проверять на соотношение цены. Допустим, мы ввели там iPhone или что-то еще там, посудомоечную машину, и вот цена там будет 30 тысяч. И мы можем сравнить, что, когда мы сделаем покупку, 30 тысяч, и мы сравним с 30 тысяч, которым мы укажем, что две цены должны быть актуальны друг другу. Вот такой вот тест тоже можно написать. Но если вам будет интересно, можете в комментариях задавать вопросы, именно какие тесты вам интересны, и какой функционал вам интересно вообще проверять. Вот, DE-шка наша загрузилась. Тут она пустая, и мы нажмем New Project. Отлично. Не, мы его так создавать не будем. Мы давайте что-то откроем. И у меня есть пару каких-то моих проектов. Допустим, просто откроем, например, эту зетку, она сейчас подгрузит. Все. И отсюда мы уже зайдем. Перейдем сейчас сюда. И я нахожусь на официальном сайте и документации уже Serentia BDD. И как раз, чтобы установить проект, вам надо будет или склонировать именно по этой ссылке с ГИТА. Или можете записать именно уже через... Ну, куда-то оно установится. Ну, если это так. Или просто скачать себе архив и скопировать, установить его... Ну, скачать, установить себя на компьютере его. И потом уже перезайти. Но я буду пользоваться уже при помощи склонирования с ГИТА. Так. Это мы закроем. Что мне надо. И мы кликнем сюда. Откроем New. И тут укажем... Это уже будет Control-версия. И укажем... Сейчас, чтобы не ошибиться. Unpush. SomeSite. Оп. Ой. Все. И кликнем клон. Сейчас мы будем клонировать его. Выберем, на чем будет проект. Мы выберем Mowen. Ок. True Project. И пусть это будет уже в этом окне. Как раз видим, что сейчас начнется скачивание самого проекта. Настройка. Скачается определенной сущности. Вот как раз можно следить за процессом, что сейчас скачивается. И как раз видим, что проект очень быстро скачался. И мы можем перейти и построить саму структуру проекта. И мы видим, что тут идет папка SRC. В SRC идет папка Test. В папке Test идет Java. И в Java есть папка Starter. И в Starter есть две еще папки. Это идет сам корень проекта. Идет Math папка, где будет запускаться сам тест. И тут идет папка Steps, где будут описываться шаги именно теста. А эти шаги теста будут воспроизводиться именно уже в этой среде. Но я сейчас покажу, что тут довольно четко сложного нет. И он довольно не очень такой запутанный, что есть шаги. И есть воспроизведение теста. Сейчас сами все увидите. И как раз мы это использовать не будем. А мы будем уже писать собственные классы. И собственные тесты. Этот шаблон мы использовать не будем. Окей. Так мы это удалим. И удалим как раз. Вот это тоже не надо. Следующее, что мы создадим. Нам надо будет еще одна папка. Это будет папка, называется Page. Мы будем пока использовать одну страницу. И мы дадим мой класс. Паш. И пускай будет тут Page. И клик. Все, мы создали наш класс. Отлично. Что у нас дальше? Нам необходимо будет найти элементы на странице. И написать им пути. Как это происходит? Каждый элемент, который мы будем находить. Допустим, эту кнопку. Или этот input. Не имеет значения. Или эту кнопку. Мы будем создавать в отдельную переменную. И каждую отдельную переменную. Сейчас скажу, как можно создавать. Мы будем это все создавать объекта. И чтобы создавать именно отдельную переменную. Переменную в отдельном объекте. Нам надо будет добавить такое, как Expect. Page. Object. Вот. Он позволяет нам создавать именно... Сейчас покажу. Сейчас напишу сам. Я расскажу. Мы создадим Privat. Buy. И допустим, у нас будет кнопка. У нас она идет... Вот это. Вот она. И пусть будет button. Ну, button open. Да, open window. И следующее, что будет, создадим buy. И нам надо будет... Тут xpav. Вот. И трапс на 2s. Что тут значит? Тут значит, что мы создали переменную. Она будет именно... Имеет исцеление mobile. Это то, что если вы знаете о большем исцелении, это идет уже указание, что это будет именно поиск по ID, по классу, по type. Но мы будем прописывать xpav. xpav это идет именно прямой путь, который имеет несколько ключей именно элементов. Берстки. Это допустим, в нашем случае это идет... В нашем случае идет кнопка. Вот она. Кнопка, но она находится в div идет, а потом идет кнопка. И вот как раз нам надо будет прописать вот какой-то путь. Сначала идет div и идет кнопка, это идет xpav. Сам путь к элементу. И они идут довольно точно, потому что... Мы можем его вот так скопировать, ставить. Именно, допустим, в таком варианте, как я в прошлый раз скопировал, делал. Но как бы это в некоторых случаях так делать. Но иногда это может поломаться и может не работать. Мы сделаем по-другому. Мы пропишем его довольно точно. Сейчас покажу сам метод. Это будет 2.0.slash.div. И тут пускай будет у нас class. Да, class. И ставим вот такие два точки. Маленькие кавычки. И вот наш div идет. У него идет class. Мы его выбираем и копируем. Ставить. И следующая у нас идет кнопка. Мы ставим 5. И идет button. Тоже будет class. И button у нас имеет класс. Если его тут найти. Вот он. Вот такой класс. Вот отличный. Тут ставим два точки. Следующее, что я чуть не пропустил. Нам надо указать сам URL, по которому будет переходить на сайт. И я его не указал. Сейчас мы его скопируем как раз. И как раз перейдем сюда. И тут будет default URL. Вот он. И тут тоже ставим кавычки. И вот так вот. Это сам адрес, куда должен переходить. Ну, сам веб-драйвер. Сейчас покажу, когда же что настроить. Так, мы его нашли. Это у нас идет кнопка. Вот мы на нее кликаем. И должна появиться вот такая вот моделка. Давайте ее так же само найдем. Кликаем, выбираем. Вот оно, само модельное окно. Вот оно вот так вот выглядит. Это идет верхняя часть. Но нам больше интересно верхняя. Вот она. Само моделька идет в вот такой вот класс имеет. Так и пишем. Приходим. Опять же пишем. Приват, buy, model, no. И тут я тоже не пишу. Как раз тоже небольшое. Так, и тут так же само идет. Byte.xpath и 20lsh. div и так же само будет класс у нас. И у нас класс идет вот такой вот. И так же само не забываем двоеточие. Все. Мы нашли наши два элемента. Пока их достаточно. И как раз с этим элементом будем работать. Нам надо будет написать тест именно клик на кнопку. И проверку отображения самой моделки. Вот пока нам достаточно этих два элемента. Следующее. Что мы делаем? Мы пишем метод. Это будет public. Только передаем сюда unspage. Page. И даем название методу. Это пускай будет клик. Клик button. Кавычки. Открываем. Вот. Тут будет дальше. Что у нас идет. Мы пишем find. В кавычках пишем. Само название переменной. У нас идет button. И сюда мы кликаем обработчик событий. Ой. Не clear. А клик. И надо. То значение, которое мы нашли. Его нужно необходимо вернуть. Это будет return this. И можно будет еще один метод написать. Это будет метод. Когда мы запустим наш веб драйвер. У нас окно будет тут примерно. Допустим плюс-минус вот такое. И нам надо будет написать метод. Чтобы окно открыть на полное. На полное разрешение вашего экрана. Которое есть. Но у меня идет 1920 на 1080. Чтобы окно так полностью открылось. И мы как раз напишем этот метод. Давайте. То же самое напишем public. Это будет. Дадим его. Вот. Вот так. Oral window. Так. И откроем сюда. Передадим. Get. GetDriver. Точка. Manage. Точка. Window. Точка. Maxize. Максимальное разрешение. Все. Мы это написали. И следующее. Тут. Return this. Тоже будет. И следующее. У нас идет уже. Клик. Просто. Найдем это модалку. Вот она. Сейчас напишем. По-другому. Тут уже будет метод составить. Тут будет. Public. Буллин. Буллион. Это идет уже булевое значение. И. Тут еще ошибка. И тут дадим там. Open. Модал window. И как раз так. И тут мы пишем уже не так как писали тут найти что-то и вернуть. А мы сразу же пишем что мы возвращаем значение. Которое мы найдем. Это идет у нас. Модал window. И тут мы пишем уже так как это идет проверка на отображение элемента. Тут идет метод. Называется isDisplayDate. И вот так ставим двоеточие. Все. Точка запятая. Извините. Тут есть небольшая шпаргалка. Вот. Как раз она есть. Тут рассказывается о каждом в отдельном методе. И. Что он обозначает. И тот метод который мы с вами. Выбрали этот вот. Наличие отображения определенного элемента. Мы можем использовать вот этот. Давайте этот элемент. Метод возьмем. Не тот будем брать. А вот этот мы просто вот так. Некоторые считают что это довольно старый метод. Но я на основе этого метода вам покажу. Этот метод возвращает true или false. True если элемент отобразился. False элемент не отобразился. Тест завалился. Ну и сейчас я как раз в итоге вам покажу как оно работает. Вот мы считайте написали тут три метода. И теперь эти вот методы надо передать. Передать именно уже в шаги. В шаги воспроизведения. Мы сейчас копируем вот это. Мы переходим в папку steps. Которая пустая. Кликаем сюда новый класс. И пишем тут steps. Все класс создан. Мы его добавили. Отлично что нам надо. Нам чтобы передать отсюда эти методы как шаги. Нам необходимо прописать. Именно. NPH. Page. И тут будет NPH. Page передаваться. Как раз мы вот к нему будем и обращаться. Дальше мы пишем. Step. И следующее что нам необходимо. Создать следующий метод. Который позволит изначально открыть саму страницу. Потому что как вы тут видели. Мы просто создаем клики. Но перед тем чтобы Serenity запустил веб драйвер. И дальше пошел отображение страницы. Нам надо необходимо указать. Чтобы эта страница запустилась. Именно саму URL. И тут идет метод. Мы пишем тут. Давайте. Open page. Паблик void. Open page. И как раз тут укажем именно NPH. Page.open. Этот первый метод позволит нам запустить весь тест. И запустить веб драйвер. Это необходимо. Ну. Об этом надо помнить. Просто если мы это не укажем. Я покажу что тест просто не запустится. Следующий тест нам будет уже указывать именно на клик. Нет. У нас идет следующий over window. Public. Ну. Пускай будет over window. И тут идет как раз unplash. Вот он как раз наш метод. Ставим двое тач. Следующий. В этот шаг мы передали. Следующий шаг у нас идет. Почему? Как мы пишем? Ну. Это можно было написать наверх. Но суть в том что мы открываем страницу. Потом открываем страницу на все разрешение экрана. А следующее. Вот так вот опустим. Следующее. Нам надо написать шаг на клик на эту кнопку. Это идет уже. Steps. Public void. И у нас идет уже клик. Вот так вот. Как раз то уберем. Button. Open. и как раз тут будет вот код метод это уже обращаемся . этот метод по сути мы просто тут в этих шагах мы находим методы их просто передаем вот по сути в этом и заключается работа в этом классе именно именно в шагах и все и следующий метод steps заключительный который уже идет самопроверка мы пишем public void ну да там по также назовем openwindow и тут как раз будет и как раз будет метод и здесь мы как сделаем и уже не будем писать и обращаться на к этой как бы переменной а мы тут напишем вызовем собственный метод который будет это проверять собственный метод торт носит таким на g-unit мы пишем assert пишем тут assertion . assert the assertz извиняюсь вам английский вот я сначала неправильно указал метод и тут мы передаем уже анспаж . метод это у нас идет метод который open model window вот этот вот метод и тут идет уже одна точка и тут идет true или false ну у нас в случае идет то что она должна открыться то должно быть значение true и выбираем true если не забываем ставить в конце . запятая вот как раз этот метод позволит нам именно проверить отобразилась ли окно вода . все это все написали и теперь давайте создадим уже сам тест который это все проверит мы сейчас к первым создадим уже тут пишем зон где и амплаш все мы создали еще один класс и тут мы уже пропишем наш веб драйвер где находится и как раз укажем сами сам тест передадим эти шаги сюда и сформируем из этих шагов сам тест что нам необходимо прописать чтобы запустить эту всю сущность нам надо будет написать писать собачку написать run with и тут мы укажем что мы запускаем мы запускаем с вами serenity serenity runner это класс все это мы записали для запуска чтобы если вы хотите именно подробно это изучить то вы можете зайти на сам сайт serenity documentation first steps и тут уже описывается work это работа с библиотекой тут такая прописываются им на примеры тестов как можно писать и создавать вот если что-то будет непонятно то что я объяснил и что-то довольно много еще дополнительного что чем можно рассказывать но в рамках этого урока уже никак не войдет если вам будет интерес пишите комментариях я как раз напишу что-то новое следующее что идет мы должны передать те шаги отсюда вам мы их передаем уже сюда нам необходимо брать отсюда мы берем вот последний шаги именно саши ну стоп страшно стоп 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 шаги шагов которые и как раз мы берем пишем steps и сюда мы перейди передаем и пускай будет тут steps вот так мы передали ему понять чё но имперкласс все нормально страшно так заработал все он с импортировался отлично следующее нам надо будет указать с вами веб драйвер наш и как мы делаем мы берем пишем manage потом открываем кнопки пишем тут маленькая драйвер и указываем какой у нас будет драйвер в нашем случае будет драйвера хром и тут пишем веб драйвер драйвер и пишем драйвер все отлично с этим мы закончили и остался именно сам тест мы пишем просто тест тест и пишем тут можем дописать даже еще тайтл и в тайтале мы можем описать что в этом тесте будем делать проверка открыть водолки вот это как раз будет такой заголовок туда будет запускаться тест мы как раз будем знать что мы проверяем тут отлично и теперь тут создаем паблик void и что у него подсвечивается красно нет а что мне не нравится тест а это паблик вот мы назовем его тест просто window и как раз открываем на все отлично просто я не продолжил сам тест и из этого подчеркивать все красным и тут мы должны передать уже пишем steps и первое это будет это будет open page должно открыться следующий у нас идет следующий шаг идет окно но следующий у нас идет шах это идет идет клик на кнопку и следующий шаг у нас идет допустим это идет на обмен на увену если нажимаясь у нас так назывался так видим что все желтым подсветился все подсветила желтым все отлично у нас все наши методы передались и тут только раз вижу все передалось и остался один заключительный шаг нам необходимо скачать сам веб-драйвер пока нам не надо это тоже не надо это будет веб-драйвер назваться хром драйвер да вот он драйвер и нам необходимо качать chrome драйвер под версию браузера который у вас находится и или какую вы используете мы кликаем сюда и кликаем на справка и о браузере и мы как видим что у меня 90 браузер юноста версия браузера кликаем переходим и качаем им необходимо 90 версию вот она и выбираем хоть у вас есть windows 64 то качаем все равно 32 бит на версию chrome драйвер вин 32 zip сейчас он скачается открываем и этот вот драйвер надо переместить и в папку где у вас находится сам проект и он находится у нас идет папка on page и мы берем просто и так сюда берем просто сюда и перетаскиваем перетащился он все перетащился закрываем папку тоже закрываем переходим в среду разработки мы видим что да нам надо будет добавить его он добавился и давайте запустим наш тест мы как бы написали все нашли наши элементы передали в шаги из самих шагов мы сформировали сам тест тест мы можем запустить отсюда вам можно запустить отсюда кликнуть можем кликнуть правой кнопкой запустить так или кликнуть сюда вот есть несколько видов но мы давайте кликнем правой кнопкой накликнем ран и вот этот вот метод запустится как раз идет сборка building сейчас он то все соберет видим что что-то формируется идет запуск самого теста запускается запустился наш chrome должен сейчас стать окном полностью и отлично открылась модалка он должен был проверить все тест произошел тут все довольно быстро произошло сейчас объясню что было мы видим что если спуститься самый низ проскоролить эти все данные которые запускались мы видим что тут а это тут а это который мы тут записались тут выше проверка открытия модалки она вот показалось и увидим что тест прошел все отлично модалка открылась и все окей ну как бы проверить том что допустим модалка открылась она не надо было чтобы она открывалась или просто какой-то элемент появился и при помощи этого кейса он при воспроизведении этого кейса объект не должен был появляться но он появился давайте воспроизведем это сценарий мы указали тут что элемент появился это является true истина но нам если мы тут пропишем с вами false вот и опять же запустим наш тест нем что-то тест запустился открылась развернулась появилась и сейчас обрушится тест он выбит нам ошибку вот видим как раз что показалась ошибка тест упал и сейчас мы можем посмотреть саму суть мы видим что expect и на и актуальный результат то что у нас по идее должен быть false что он не должен отображаться но в актуальном результате появилась и true он отобразился от этого тест упал как раз можно в таблице сравнение посмотреть вот и как раз видим что наш тест работает не отлично все так этот мы-то сделали давайте тут сразу поменяем чтобы тест не падал если вы хотите создать тест на проверку допустим откроется не откроется окно или появится не появится объект какой-то он просто может еще один такой метод создать указать тут ты уже false и это тэша который вы дополнительно создали опять же передать сюда или просто создать отдельный метод тест допустим вот такой вот идет отдельный такой метод и просто передать шаги и передать другой метод который мы тут задавали шагах и все мы просто тут формируете тест из шагов которые были созданы здесь тут ничего сложного нету вот отлично ну давайте сделаем еще на проверку и покажу допустим как можно загрузить фотографию потому что суть в том что если мы так летним и серийным как бы сереньки и селениум не умеет работать с такими окнами и тут если нам загрузить фотографию необходимо будет уже косвенно записать вот у нас есть такой импут вот лиф в 9 идет вот кнопка есть есть вот кого ты вот этот импут и нам надо будет изображением наставить сюда прописать путь и чтобы он его подограмм подгрузил тут тоже особо не чутко сложного нету еще давайте это сделаем перейдем нашу студию кликнем и опять же даем еще ой тут будет приват бай и путь как будет input image вот его просто так назовем и тут опять пишем бай . xpav и тут измешиваем у нас изначально идет div div а потом идет вот кого-то класс есть и мы можем его найти у нас идет div нам бы кнопку никак не будем брать мы можем переступить через нее и выбрать сразу следующий элемент потому что как тут работает тут работу div у нас идет родитель а у этого девайс как children дети и у нас есть у него идет ребенок ну button и идет input ввода так что button указывать необходимо не надо в цепочке шагов так возвращаемся у нас идет div class и следующее идет у нас button button и и button у нас имеет ой что извините не button а у нас идет input что я думаю кнопки и написал поменяем счет на input 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 с классом вот таким вот и нам необходимо его будет тут найти паблика он плаш и тут пускай будет пишем на input g 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 мне подсвечивает она сейчас что кажется загрузить неправильно писал слово вот так вернемся следующее что надо сделать будет нам надо будет его найти пишем find указываем input и тут уже пишем не клика он весь нам надо записать какое-то значение мы пишем да у нас идет санс кейс вот оно значение тут ставим двоеточечки и сюда надо указать путь и само изображение где он находится есть какое-то изображение на рабочем столе мы сейчас копируем и вставим как раз в корень с проектом вот сюда вот так оставим все тут укажем копировать адрес переходим пишем вот сюда вот так и ставим еще такие кавычки на станке две кавычки и как раз указываем название нашего изображения имя control c и как раз вот так вот вставляем все мы его нашли теперь нам это и пишем тут нам надо все вернуть не забавить и дальше мы передаем это все уже шаги тут будет степ и тут идет паблик вот паблик вот и давайте то же самое было то же самое назовем его уже скопируем и муж имидж и на input input и как раз мы тут его откроем есть и как раз мы идем ваш . вот наш метод все отлично и тут мы его давайте передадим есть и давайте воспроизведем этот тест загрузится ли изображение видим что произошла загрузка и все мы загрузили изображение но сама суть в том что наш тест закончился ну он как бы загрузил то закончился но мы увидим что сама загрузка изображения оборвалась и как бы следующее окно у нас не появилась которому должны были проверить наличие отображения тех изображений кто мы загрузили на поиск по изображению по сути и как нам это сделать мы переходим сюда вот наш метод и нам надо написать subtimeout но если их брить и аджес а нам просто надо написать ожидания сколько он должен ожидаться и давайте его так напишем этот метод тут идет метод slip и поставим тут допустим 7000 миллисекунд это будет 7 секунд ожидания и не забываем ставить точку запятой в конце вот у нас есть к метод и мы решим такого не знают и нам надо будет больше действий мы прямо так вы не так мы не должны вот так вызывать а вызвать номер action и тут идет импорт вот он заслип это наш метод все он симпортировался отлично и мы должны его вот так передать сюда все ну видим что у нас появилась еще одна проблема и мы кликаем сюда и мы должны его уже передать сюда по шагам и перейти передать его в сам тест вот так вот все мы его уже везде передали и давайте опять его запустим наш тест ран-то тест запустился изображение модалочка открылась загрузилась изображение вот отлично мы видим что то время когда мы ожидали все мы увидели следующая нам надо необходимо написать уже тест для отображения этой области которые мы нашли сейчас не пустится им давайте укажем то что отобразилась эта область все то что мы что-то нашли можно написать тест по нахождению орел допустим что ну я хочу дужил покажу что я показываю на какие-то объекты я покажу это уже с этом областью если будет интересно уже в следующем уроке я расскажу как можно будет сравнивать текст разные находить его или дублировать или сравнивать тоже это довольно интересная тема нам необходимо найти эту область у нас есть большая страница и в этой странице есть вот такой вот дифф вот который отвечает за эту область давайте создадим как раз ее то уйдет уже приват ой извиняюсь приват бай new page это будет бай и тут будет уже ой бай не большой пускай будет бай . xpav тут уже идут div с классом div класс так это можно надо нам это закроем класс у нас идет вот такой вот отлично мы его сюда передаем все мы нашли эту модалку и опять же пишем еще один паблик паблик он пашпэйдж и пускай будет ну типа open new page можно писать search new page found new page как бы нашли метод должен отвечать за действия которое происходит в самом методе и тут пишем return find и тут идет уже new page и тут мы уже пишем тут писали что мы писали и пишем тут из метод в этом отлично и тут мы пишем все равно тоже много писали так правильно черного подчеркивает а тут неправильно было указать что булевое значение все отлично пишем скопируем его как раз и передаем его в шах степы void void public void public void у нас идет вставляем как раз пишем что по-другому new page и берем так делом так переходим и тут выбираем уже опять можем просто скопировать этот метод чтобы заново не писать просто поменяем уже значение и тут будет так берем open new page да вот все и просто вы уже сюда в шаге передадим steps . open new page все давайте запустим этот как раз видим что все открылось отлично перешли загрузили изображение она отобразилась сейчас тест пройдет все это судался мы видим что изображение загрузилось и мы нашли вот именно сам класс этой странице отлично я надеюсь что мы тут урок был полезен и писал скид вопросы если леки замечание можете писать в комментариях если у вас какие то есть вопросы именно по вселением или вообще по автоматизации можете их задавать и описывать их я как раз буду отвечать на них и делайте новые уроки и новый контент для вас что подписывайтесь на мой канал ставьте лайк всем спасибо всем пока